Она звонит, говорит, мама, я тебе стучала в двери, где ты есть? Она думала, что я там уже мертвая. Но там уже в подъезде люди, я как выскочила, я бежала до самого дома. Туда еще выводили людей с нашего подъезда. Даже спустя несколько дней жители дома, где взорвался газ, не могут прийти в себя от пережитого ужаса. А в старенькой пятиэтажке все друг друга знали. И тут такое горе, люди говорят. С момента происшествия забыли, что такое спокойный сон. Мне очень жалко всех людей. Даже мне вот эта квартира, которая, мне не важно, но люди пострадали. Это такое горе, просто горе. И у нас здесь работница, у нее девочка пострадала, внучка. А пол, даже линолем, как будто по плинтусу, от окошка здесь его сорвало. И пол вот так, мойку откинуло вот сюда. А печку так подбросило. Вот эти комфорки и все вот эти, даже вот эти вкладыши и сама, и вот эта крышка, которая, эти комфорки все по полу собирала. Сейчас в подъезде, где и произошел хлопок газа, работает межведомственная комиссия. Специалисты осматривают поврежденные помещения и оценивают ущерб. Вывод экспертов, несущие конструкции дома не пострадали. Жители соседних подъездов смогли вернуться в квартиры. Им уже дали воду и электричество. Все выбитые рамы, осколки и прочее со двора уже убрали. На окна первого этажа прибили доски. Также на место вернули и входную дверь. Повесили на нее замок, чтобы после работы комиссии никто из посторонних внутри не оказался. Жителям 12 квартир местные власти предложили пока переехать во временный пункт размещения. Правда, большинство из них решили остаться у родственников. Но бабушка не хочет уезжать из своего жилья, из своего города. Я ее хотела забрать к себе в Красноярск, она не хочет. Поэтому пришлось ее определить, куда в гостиницу. По данным следкома, взрыв пятиэтажки на Каландарашвили прогремел во время работ по замене газовых труб. Возбуждено уголовное дело. В Крайгазе пока идет следствие. Комментариев не дают. Все квартиры из первого по третий этаж, где особенно пострадали, и четвертый, и пятый этаж. Крайгаз будет ремонтировать квартиры за свой счет, плюс мебель, плюс моральную компенсацию до 50 тысяч. Что касается социальной защиты, тоже люди получают справки, кто пострадал до 25 тысяч, будет плачивать социальная защита. По словам специалистов, после ЧП дом подлежит капитальному ремонту. Восстановительные работы начнутся уже в ближайшее время, сразу после официального заключения комиссии. Строительная организация уже определена.